Всем привет, с вами Юнусов Павел и в этом уроке мы будем делать обработку стиле Grime Art, что дословно можно перевести как грязный или запачка, но в целом это напоминает грим, который имитирует какого-то зомби, у которого растекается кожа. В данном уроке я использую графический планшет, так как он ускоряет и упрощает рабочий процесс. У кого нет планшета, то можно рисовать и мышкой, просто потратить немного больше времени. Перейдя по этой ссылке, можете посмотреть ускоренный процесс создания портрета в стиле Grime Art, в котором я пользовался только мышкой. Итак, открываем Photoshop и создаем новый документ. Формат значения не имеет, я буду использовать формат А4. Далее закидываем изображение, с которым будем работать и кадрируем его, если это нужно. Немного убавим непрозрачность фото, чтобы у нас не возникало проблем при рисовании линии контура, которые находятся в темных местах фотографии. Создаем новый слой, он должен располагаться на самом верху. Делаем двойной клик по названию и переименовываем его. Это будет слой с контуром. Теперь берем кисточку и выбираем черный цвет. Выбираем кисть с четкими краями небольшого радиуса. Толщина контурной линии практически везде будет одинаковой. Обводим только участки с кожей. В данном случае это лицо и руки. Волосы и одежды оставляем. Контурная линия не обязательно должна быть идеально ровной и плавной, но слишком кривые линии тоже не стоит делать. Сначала обведем основные контуры, чтобы выполнить заливку и немного упростить себе работу при закрашивании. Главное, чтобы контуры образовали замкнутые фигуры, иначе при заливке закрасится вся плоскость, а не интересующие нас фрагменты. Сделали замкнутые контуры и создаем новый слой. Назовем его кожа и поместим ниже слоя с контуром. Далее закидываем цветовую палитру, она есть в описании под видео. Берем инструмент волшебная палочка, выключаем видимость фотографии и кликаем по тем областям на которых будет кожа. Чтобы добавить новую выделенную область к уже существующей, зажимаем клавишу Shift. После того, как выделили нужные участки, выбираем слой с кожей. Берем инструмент заливки, нажимаем клавишу Alt и кликаем пипеткой по нужному цвету. Теперь просто заливаем выделенную область этим цветом. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы отменить выделение. Пока что выключаем видимость слоя с кожей и включаем видимость фотографии. Переходим к слою с контуром. Берем кисточку черного цвета и продолжаем рисовать основные контуры. Обведем брови и закрасим их черным цветом. Переходим к глазам. Здесь можно нарисовать и тонкую линию вокруг глаза, но я решил сделать утолщение. У носа обводим крылья, но здесь закрашиваем черным цветом. Обводим основные линии ушей. Сережки тоже обведу, но можно и убирать некоторые элементы. Немного подправил ухо. Далее обводим губы. Сигарету решил нарисовать немного по другим углам. Линию соединения губ сделаем потолще и добавим полосок. Теперь нарисуем характерные данному стилю элементы вокруг глаз. Форма может быть как с потеками, а может быть и более ровной. Подчеркиваем скулы. Теперь заполним элементы вокруг глаз линиями. Рисуем различные складки и потеки. Используйте как короткие, так и длинные линии. Рисовываем контуры руки. После того, как нарисовали все основные контуры, переходим к подтекам. Создаем для этого новый слой и переименуем его. Он должен располагаться выше слоя с контуром. Добавляем непрозрачный слоя с контуром. Переходим обратно на слой с подтеками. Выбираем кисточку черного цвета с теми же настройками. И начинаем рисовать подтеки. Лучше начинать сверху и постепенно спускаться. Старайтесь рисовать подтеки и капли разного размера и разной формы. Так будет смотреться намного интереснее. Можно добавлять просто полосочки между каплями и подтеками. Также интересно смотрятся фрагменты, в которых подтеки выходят за границы основного контура или затекают другие элементы. Так как рука у нас находится на переднем плане, то все потеки, которые на лице, должны находиться за ней. Для руки потом тоже создадим отдельный слой с подтеками. Лисуем подтеки на шее и делаем стекающие капли на одежду. Теперь выключим видимость фотографии и переходим на слой с контуром. Выбираем ластик и убираем ненужные линии, которые находятся под подтеками. Далее создадим новый слой для подтеков на руке и также кисточкой черного цвета рисуем капли и подтеки разной формы и размера. Ластиком убираем ненужные линии, которые находятся под подтеками на руке. Теперь переходим на слой с кожей. Берем кисточку, зажимаем Alt, пипеткой выбираем нужный цвет и закрашиваем недокрашенные участки. Для удобства можно выключить видимость фотографии. Далее выставляем непрозрачность всех слоев на 100%. Можно выделить все слои с контурами и кликнув правой кнопкой мыши по прямоугольнику с иконкой глаза задать какой-нибудь цвет. Эта процедура не обязательно, не делается для удобства. Создаем еще новый слой, он должен располагаться выше слоя с кожей, но ниже всех контуров. Это слой для дополнительных цветов. Берем кисточку, нажимаем Alt и выбираем темный цвет. Закрашиваем участки вокруг глаз и ногти. Дополнительным цветом закрашиваем губы. Я закрашиваю им еще сережки. Глаза закрашиваем белым цветом. В моем случае сигарета тоже будет белого цвета. Остается нарисовать тени. Их можно делать либо темным цветом, либо средним, между цветом кожи и темным. Пока возьму средний и рисуем тени на шее от руки и челюсти. Также можно рисовать тени у некоторых потеков. Пластиком убираем те участки, в которых тень не нужна. На лице тоже нарисуем тени от руки и некоторых потеков. Нижнюю часть носа можно полностью ввести в тень. Рисуем тени на ушах и переходим к рукам. Делаем одну большую тень и эластиком убираем ненужные места. Решил немного затемнить и увеличить тени на шее и руке. Создал для этого отдельный слой и увел его полностью в тень. Это действие тоже не обязательно. Просто мне захотелось, чтобы рука на переднем плане меньше сливалась с кожей на втором плане. Еще при помощи корректирующего слоя и маски убрал насыщенность фона. И немного убавил непрозрачность отдельного слоя с тенью на шее и руке. Урок подошел к концу. Данная фотография витая из альбома из нашей группы ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы в следующем уроке использовалась ваша фотография, то вступайте в группу и закидывайте фотографии в соответствующий альбом. Ссылка на группу в описании под видео. На этом у меня все. С вами был Юнсов Павел. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.